Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па Эй-хей! Всем привет, друзья! Меня зовут Дмитрий, это канал Купленов Плей. И у нас... Знаете чего? Правильно-правильно-правильно! The Forest версия 0.05 И не знаю почему, возможно, так было задумано, возможно, это, так сказать, моя участь пожизненная начинать, так сказать, осмотр обновлений именно с этого места. Как вы помните, в прошлый раз, когда мы смотрели с вами то ли какой-то мод, то ли чё-то, мы также начинали с этого места, вот с этого вот утёса, самолёт у нас падал сюда. И сегодня, собственно, тоже самое. Так вот, сегодня мы с вами зачитаем, так сказать, все пунктики обновления, а потом мы будем смотреть... Ну, сегодня мы ещё, естественно, посмотрим на... О, боже, сюрприз! В Forest добавили лук и стрелы. Сегодня мы, естественно, на них посмотрим. А пока я буду медленно идти вперёд и зачитывать вам вообще весь список этих обновлений. В этот раз всё стало немного получше, чем с обновлением версии 0.04b, потому что очень быстро перевод появился на сайте. Я, как вы помните, в прошлый раз я переводил всё это через Google Переводчик, ну, соответственно, сам делал, сам переводил. Поэтому сегодня будет попонятнее. Итак, что у нас добавилось в этой версии? У нас добавлен новый предмет крафта лук. Это мы попозже посмотрим. Потом предмет новый появился, стрелы. Потом появились у нас факелы и появились целебные припарки. Это, конечно, вообще всё очень весело. Целебная припарка, это очень хорошо. Так, ладно. Надо как-то мне... Подождите, я, наверное, телефон с зарядки выкину вот так вот. Поставлю его вот сюда. Хотя он упадёт, потому что он без чехла. Ну, да ладно. Может, не упадёт. Я буду держать его в руках. Не знаю, как его пристроить сюда, чтобы он... Я так ничего не увижу. Вот на колонку его поставлю. Будешь стоять на колонке, скажи мне, пожалуйста. Постой, пожалуйста, на колонке, я прошу тебя. Нет, ты не дол... Вот стой вот так вот. Если он упадёт, будет весело. Я ничего не вижу так. Ну, да ладно. Пойдёмте вперёд. Короче говоря, дальше. А, исправлены размеры помоста... Ты куда? Вернись. Ну, ты куда пропала? Обновление моё. Я же загрузил сайт, специальность телефона. Деньги потратил, чтобы посмотреть, как тут всё это выглядит. А он мне берёт, короче, и всё это скипывает. Молодец. Ой. Так, это я где? А, это я понял где. Ну, хорошо. Исправлены размеры помоста после постройки. Дальше. Исправлены размеры помоста после постройки. Относительно того, каким он изображён на этапе строительства. Я, если честно, не понимаю, что за помост. И что у него там были за размеры относительно строительства до строительства. Я никогда такого не замечал, ничего проблемного. Вроде все постройки у нас были с адекватными размерами до построения. Ну, да ладно. Будем думать, что тут что-то поправили. Потом, естественно, в следующих сериях мы это проверим. А потом. Исправлены размеры охотничьего убежища после постройки относительно того, каким он изображен на этапе строительства. Че за постройки-то? Я не понимаю. Все постройки были с нормальными и адекватными размерами. Это опять к тому же относится. Дальше. Исправлена анимация смерти врагов. Анимация смерти врагов. Чтобы посмотреть на анимацию смерти врагов, этих врагов сначала надо найти, а потом попытаться их убить. Но это мы, естественно, посмотрим попозже. Так. Аборигены больше не застревают, спрыгнув с дерева. А разве такое было хоть раз? По-моему, когда аборигены прыгали на дерево, ну, его можно было срубить, они висели все равно в воздухе. Потом они с него спрыгивали либо на землю, либо на другие деревья. Никогда никаких застреваний аборигенов при залазе на деревья я не замечал. Ну, допустим, это было. Я не знаю, ну, очередной раз разработчики исправляют то, чего я никогда в жизни не видел. Но, видать, это было замечено другими игроками, поэтому они все это исправляют. Дальше. Аборигены будут обходить препятствия на их пути, что предотвратит их застревание в объектах. По-моему, эту хрень исправляли то ли в прошлой версии, то ли в позапрошлом, я имею в виду 0.4 и 0.4b. Аборигены никогда ни в чем не застревали. Там было исправлено то, что они застревали в каких-то маленьких предметах, но такого не было никогда. Аборигены могли упереться в стол и не могли его оббежать. Когда мы с вами, собственно, ходили по пещерам и пытались убить здоровых монстров, аборигены просто упирались в стол и никуда дальше не шли. Да, такое было. Ну что, им добавили какую-то возможность и небольшой отрезок нейронов в мозг для того, чтобы они обходили это? Но не знаю. Дальше. Исправлена ошибка дюб ржавого топора. Дюб ржавого топора, по-моему, была такая хрень. Ржавый топор имеется в виду тот топор, который в пещерах у нас там рядом с дощитым, так сказать, забором воткнут. Его можно было дюпануть. Да, такое было. Правда, не у меня, но я где-то видел. Потом. Исправлена ошибка. Желтый топор не появляется в инвентаре. Желтый топор не появляется в инвентаре. Это, конечно, классное исправление ошибки. Они бы еще исправили ошибку от того, что желтый топор появляется где-то в нормальном месте, а не в сраных камнях. Непонятно, каким образом его оттуда доставать. Че это вообще? А, это болото. Здесь где-то утка сейчас полетит. Давай, утка, покажись. Вон она полетела. Вон она. О, смотри, она теперь тут не одна. А че, если за ними побежать? Стойте, утки, стойте! Стойте, утки, подождите, куда вы летите? Возьмите меня с собой. Так, а куда утки? Утки улетают. В прошлый раз, по-моему, была всегда лишь одна утка. Теперь их, по-моему, четыре или пять. Целая стая. Ну да ладно. Так, эффект при падении дерева приглушен. Эффект при падении дерева приглушен. Какой там был эффект при падении дерева? Когда мы дерево срубали, оно начинало падать. И после того, как оно разбивается на некоторые бревнышки, начинался какой-то более-менее громкий звук с каким-то вообще непонятным звуком, который к дереву, ну, никак не относится. Такое чувство, какие-то железки там развалились. Возможно, они имеют в виду именно это. Дальше. Исправлена ошибка, когда вы могли бросить несколько теннисных мячиков. Это, на самом деле, замечательно. Хотя это бесполезная хрень была, потому что теннисными мячиками никто никогда не пользовался, и они просто брались и сразу же выкидывались. Опа! Утка пролетела. А, нет, Петрович. Поправили. То есть теперь мы сможем кидать только один мячик. И, соответственно, вместе с этим должно было поправиться и то, что мы теперь сможем кидать только один коктейль за раз, потому что вместе с тройным киданием мячиков у нас было и тройное кидание коктейлей Молотова. Хорошо, посмотрим. Дальше. Добавлена поддержка большего количества разрешений. Вообще, плюс к этому я хочу сказать, что при запуске Фореста, раньше нажимаешь там, либо в Стиме, либо на ярлыке, просто на рабочем столе нажимаешь запустить, и Форест автоматом запускался, и появлялся начальный экран. Сейчас же, перед запуском Фореста, у меня появляется окошко с выбором, так сказать, качества графики и выбором разрешения. Это стандартная хрень для многих инди-хоров, пишущихся на Юнити. То есть сюда добавили то же самое, теперь перед запуском игры игрок может выбирать себе разрешение и качество графики. Ну, не знаю, какая-то, по-моему, бесполезная хрень на самом деле. Это все можно было выбрать в меню, но теперь надо нажимать на один раз больше на мышку, чтобы запустить этот гребаный Форест. Ну, хорошо. Дальше. Эффекты ожога или яда и другие вредные эффекты сбалансированы. Эффект ожога. Ну, ладно, эффект ожога, с этим я еще могу смириться, с этим эффектом ожога. Он был, да, допустим, он нас обжигал, мы что-то там... Как паралитики какие-то, я не знаю, ходили, пока нас огонь шег. Ну, и убавлялся чуть-чуть здоровья. По поводу яда я вообще ничего сказать не могу, по поводу яда я вообще ничего здесь в жизни ни разу не видел. Ну, показывает он свои гнилые руки в крови, ну, показывает, что вот, как бы, плохо мне. Ну, сжирает он черные ягоды, ну, эх, эх, то же самое, что и звук от костра. Не знаю, что тут можно было балансировать, как бы, ну, было отнятие здоровья и было. Ну, а что его балансировать? Нормальное было отнятие здоровья, никто не помирал, никто ничего. О, яхта. Отлично. Дальше. Добавлены анимации взаимодействия с плеером. Плеер бы сначала надо найти, он, кстати, на яхте. До яхты бы неплохо было доплыть, но там, наверное, скорее всего, очень много акул, поэтому я не рискну сейчас туда плыть. Нет, я там акул совсем не вижу, ну, да ладно. Ой, какие, смотри, четкие камушки стали прорисованы, ни хера себе. Вообще нормалдосы. Ты смотри, по такой чувству, что они прям объемные, что они прям 3D-шные. Но нет, это всего лишь сраная текстурка. Но все равно смотрится довольно классно. Так, мы поплыем на яхту сегодня? Давайте попробуем, что ли. Акулы там есть поблизости? Привет, водоросли. Так, ну акулов я там особо не вижу. Можно, наверное, как бы сейчас нам срубить быстренько дерево, послушать как раз этот звук деревьев, который был приглушен. Посмотреть, что он на себя там представляет. Давайте побыстрее срубим дерево. Построим плод и сплаваем туда, потому что нам для смотра обновления там на яхте много чего может понадобиться. Так, дальше. Аборигены теперь не видят сквозь объекты и постройки игроков. Вот это, кстати, вот это действительно, это гениальнейшая вообще доработка, потому что раньше при постройке стен, при постройке стен. Аборигеном было вообще насрать. Чё это? Аборигеном было насрать. Есть у тебя тут стены, нет у тебя тут стены вообще. А им, они абсолютно вообще фиолетово на это смотрели. Они постоянно пытались тебя через стену достать, тебя через стену ударить. Они тебя, короче, видели. Так, подождите, рука, что ли, поменялась? По-моему, этой руки здесь не было никогда. Ну, не знаю. Так, ну окей. Короче говоря, абориген теперь не видят сквозь стены игроков. Это очень классно. Это на самом деле меня радует. И единственное, что меня не радует... Да, действительно, смотрите, он начал, по-моему, сюда руку класть. На именно левую. По-моему, такого не было никогда. Либо я что-то не замечал, ну да ладно. Так, давай встань. Где тут моя алкашка? Энергию установить. Последнее бревно куда вот укатилось? Вот так всегда. Нет бы они исправили, чтобы бревна не укатывались нормально, а складывались куда-нибудь автоматом в какую-нибудь хрень. А, вон оно, отлично. Так нет, эти бревна, короче, по острову запаришься искать. То туда, то сюда. Постоянно. Так, вот эта рука меня реально смущает. Либо я такой невнимательный, что ни разу ее не видел, либо она действительно только появилась. Так, поплыли. Акул, по-моему, поблизости нету, это хорошо. Главное, чтобы плод не перевернулся. А пока мы нормально плывем. Уже... Ай, акула, 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 тихо, 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 акула, 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 ай, сейчас уже от меня акула, ууу, ха-ха, вот это я дерзю, смотри, красавчик, просто молодец, отлично, подберу, о, топор, а вот, кстати, золотой топор, я только говорил, нет бы вы исправили нормальное, короче, положение топора, так они его взяли и на яхту добавили, красавцы, разработчики читают прям онлайн мои мысли, опа, веревки, отлично, а, э, так, я не понял, где моя ракетница. Не, ну нормально, смотри. Они добавили сюда сраный топор и убрали отсюда гениальную мою ракетницу. И как я буду жить дальше с этим? Это вообще не по-пацански. Я плеер-то подобрал? Да уйди ты своим сраным этим. Так, ну давайте посмотрим на анимацию плеера. Что-то нас добавили. А, то есть... То есть вон у нас в чем подразумевается анимация плеера. Ну-ка еще раз. А, ну нормально. Ну смотрите, то есть добавили небольшой поворот руки и нажатие пальцем на плеер. Ну нормально. Так, давайте наверное поплывем дальше. Тихо-тихо, не переворачивайся. Вот плот, вот зачем ты, а? Ну козел ты, ну реально, ну ты зачем меня подставляешь? Так, ну-ка всплыви давай быстрее. Поплыли. Во, нормалек. А! Почти, почти, почти. Акулы рядом, акулы рядом. Так, я выплыву. Я отвечаю, я выплыву. Если я не выплыву, то мы с вами посмотрим еще раз начальную заставку. Там, кстати, мне что-то тоже поменяли. Там было добавлено какое-то размытие при падении самолета или что-то типа того. Короче говоря, давай быстрее! Плыви! Плыви, я верю в тебя, ты справишься. Плыви, акул, пока поблизости нет. Отлично! Давай, 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 давай! Ай! Хорош мужик, красавчик. Так, отлично, денежки. Ничего у меня нет, ни шоколадок, ничего пожрать Ну да ладно, дальше Анимация посмотреть, анимация Посмотреть кровавое оружие может быть прервано различными действиями Чего анимация посмотреть кровавое оружие Чувак, здорово Ну смотрите, эти уже не разлетаются, ну и то хорошо Возможно, здесь имеется ввиду под этим пунктом то, что Когда наш главный игрок показывает свою кривую руку всю в крови Это может быть действие прервано, когда его, например, кто-то ударит Или он начинает что-то жрать, чтобы эта рука уходила Потому что это реально было неправдоподобно Это немножко надоедало, когда он постоянно пытается в кадр засунуть свою руку То есть он бесплатно начинает через Форест пиарить свою сраную левую клешню Ладно, дальше А исправлена редкая ошибка, когда аборигены пятились Это не была редкая ошибка, это вообще не была ошибка Аборигены должны были пятиться, когда на них идет дебил с топором Аборигены, конечно, я понимаю, что они дебилы полные Но дело в том, что у каждого низшего существа просто обязано быть чувство самосохранения И поэтому, когда на тебя реально идет дебил с топором Ты просто по инерции начинаешь пятиться назад Это не была ошибка, и зачем это надо было исправлять? Так, давайте посмотрим на мячик Смотри-ка, действительно, кидает только один Замечательно Так, нам тут быстренько надо ягодок сожрать А то мы... Хангри, как говорит нам игра, заявляет Я, говорит, Хангри, давай что-нибудь пожри На, пожалуйста, игра Я тебе... Все что угодно, жри, пожалуйста, мне не жалко Дальше Модели пассажиров второго класса были добавлены в игру Модели пассажиров второго класса Это имеется в виду второго класса сидений, что ли Такие какие-то неудачники, которым не хватает денег на нормальный билет Но мы что-то ни одного пассажира с вами вообще, если честно, не видели Хотя все эти пассажиры, они должны быть в пещерах Поэтому мы должны идти в пещеры и смотреть этих пассажиров там Этим мы займемся чуть попозже Дальше Веревка теперь добавляется в инвентарь О, смотри, действительно, роб Одна веревка у нас появилась в инвентаре Это замечательно Теперь, то есть, веревки мы раньше собирали, но в инвентаре их не было Мы просто как бы наугад их брали и брали, а теперь они там есть Отлично Дальше Добавлены новые женские текстуры и вариации волос То есть, женщин в этой игре продолжают и продолжают дорабатывать В прошлом обновлении Так, еще один золотой топор, ну вообще нормально В прошлом обновлении А сколько у меня теперь? Два? Не знаю В прошлом обновлении, короче говоря, женщинам увеличили сиськи Женщинам могли сделать лысину Женщины перестали убивать игрока с одного удара И с разбега Теперь женщинам добавили новые волосы и вообще новые модели Возможно, теперь будет какая-то бегать жирнющая баба, например Или беременная баба, которая будет на тебя нападать И еще хлеще бить тебя, чем та баба, которая с разбега убивала один раз Не знаю, посмотрим Дальше В пещере можно найти налобный фонарь Да ладно! В пещере можно найти налобный фонарь? Кто не понимает, что такое налобный фонарь, я вам объясню Налобный фонарь, в моем, так сказать, понимании Это херота, которая крепится на каску, например, для шахтеров И она надевается, например И игрок без использования рук начинает освещать себе путь вперед Пещерой мы с вами займемся, наверное, в одной из следующих серий Потому что по пещерам там какие-то большие доработки Это все надо будет внимательно посмотреть Дальше Поправлен искусственный интеллект животных и мутантов В чем это проявляется? Так, Маринка, ты у меня животное или ты птица? Стой! Маринка, стой, говорю! О, перья полетели Так, перья нам нужны будут для стрел Кстати говоря, их надо собрать Тут-то... Маринка, у тебя еще перья полетят? Нет, не полетят Опа, перо Стой! Хорош! Так, ну, исправлен искусственный интеллект, не знаю Может быть, мы как-то заметим, в чем разница между... Ух ты ж! Это что за подштаники такие? Или это полотенце какое? Ничего себе, смотри, что добавили, нормально! Так, дальше Исправлено странное поведение АИ Что такое АИ? АИ это имеется в виду аборигены, что ли? Или что? Так Спасибо Ну, это не Маринка, не расстраивайтесь Это какие-то вообще незнакомые мне чайки Маринку бы я никогда в жизни не тронул Дальше Аборигены теперь бегут на костер реже Ну, это, в принципе, довольно-таки нормальная доработка Наряду с той, что аборигены не будут больше пятиться Они, то есть, сломали инстинкт самосохранения Но добавили инстинкт самосохранения То есть, как-то сбалансировали Раньше у нас аборигены дебилы Они же бежали прямо на костер Им было насрать, что перед ними Они бежали на него, загорались и помирали Теперь у них это убрали, но теперь они не пятятся Они стали какие-то бесстрашные и еще более умные Вот, смотрите Нам усложняют жизнь То есть, раньше аборигены были глупые и боязливые А сейчас они, короче, стали умные и вообще бесстрашные Ну, нам будет плохо, наша жопа будет гореть Дальше Исправлена ошибка, когда аборигены застревали, забравшись на дерево По-моему, это уже было где-то прочитано мною Не было такой ошибки, я не видел Исправлены приступы ярости у аборигенов Что значит приступы ярости и каким образом они были исправлены Разработчикам я бы посоветовал в следующих обновлениях Немножечко поподробнее описывать свои мысли, которые они реализовали Так сказать, потому что для меня реально фраза Приступ ярости аборигенов Нисколько непонятен У аборигенов какой был приступ ярости? Они просто прибегали и начали тебя бить Что им исправили? Теперь они не будут прибегать тебя бить, что ли? Или что? Или теперь... Но они теперь и 5 часа назад не будут Что вы теперь? Они круглосуточно будут меня долбить Это вообще неинтересно, это нечестно Где они, кстати, вообще эти аборигены? Мы с вами уже сколько там? Полчаса уже бегаем почти И ни одного аборигена нет Ну да ладно, дальше Исправлена ошибка, когда иногда на пляже пропадали черепахи То есть, да, заметили? Отлично, исправлена ошибка Вот пляж Вот черепахи Вот, все Исправлена ошибка Они сделали следующим образом Они просто не написали, каким образом именно они ее исправили А они написали, что мы исправили, когда черепахи пропадали Надо было в скобку написать Мы их убрали нахер вообще Теперь у вас не будет черепах вообще на пляже никогда Ну да ладно Дальше. Исправлена ошибка при убийстве аберегенов с помощью огня, либо сигнальным пистолетом, они замирали вертикально в воздухе. Вот, вот это хорошо. Это я помню, это было. Это я сто раз видел, когда абереген просто тупо стоит, мёртвый на берегу. Это нормально. Дальше. Батарейки теперь можно использовать для восстановления работы фонарика. Судя по всему, теперь мы их можем перезаряжать. Смотри, как будто прям лёд какой-то там у нас налетовался. Это хорошо, потому что, как мы помним, фонарик у нас был одноразовый, и никакими батарейками он не перезаряжался, и приходилось находить новый, уже заряженный фонарик, иначе мы бегали вообще без света. Дальше. Ящик для палок теперь вмещает 20 единиц данного ресурса. Ящик для палок имеется в виду та херота, которую добавили в одной из последних версий, куда мы можем складывать палки. Раньше их там, по-моему, можно было добавить то ли 10, то ли 9, я не помню. А теперь туда можно добавить 20. Так, отлично. А вон аборигены пришли. Ну да ладно, давайте куда-нибудь спрячемся, куда-нибудь на ледник, чтобы они к нам особо быстро не подходили. Дальше. В деревне аборигенов добавлено одеяло и прочие вещи быта. Мы, кстати, только что видели с вами какое-то сраное полотенце, возможно, имеется в виду именно оно. Если это одеяло, то я балерина, потому что на одеяло эта хрень совершенно не похожа. Это полотенце, обычное пляжное полотенце. Дальше. Кролики и ящерицы будут обходить деревья и камни. Такое чувство, что они до этого просто упирались в них. Ну, ящерицы лазили по деревьям, кролики оббегали. Я не видел ничего такого, чтобы они сквозь них проходили. Мутанты теперь могут быть убиты с ракетницей или с помощью огня. Здрасте, приехали! Убийство мутантов с ракетницей или с огня было реализовано в прошлом обновлении, если что, в версии 0.04b. Возможно, они совместили просто обновление 0.04b и включили его в 0.05. И сразу все преимущества описывают. Но это было реализовано раньше. Дальше. Пожар теперь... Нет, добавлен новый фильтр изображения. Новый фильтр, это надо в них копаться, это мы посмотрим с вами потом. Улучшен размытие. Пожар теперь расходится быстрее. Ну, окей, пожар по деревьям расходится быстрее. Не знаю, как бы логично это или нет. В принципе, надо бы, наверное, доработать то, что пожар расходится быстрее в сухой и жаркий день и расходится медленнее в сырой день, например, как сейчас. Потому что расхождение пожара очень быстро по деревьям во время дождя, это полный бред. Дальше. Улучшен солнечный свет. Нету солнечного света, но вы, наверное, могли... Ой, аборигены идут, твою мать. Но вы, наверное, пока мы бежали днем, могли это заметить, то, что он, например, был улучшен. Я этого сейчас не заметил. Дальше. Размытие движения теперь учитывает ХДР. Что такое ХДР, я не знаю. Я знаю, что такое ГДР. Это Германская Демократическая Республика, которой уже нет. Но не знаю, что они там улучшали. Улучшено освещение листвы. Освещение листвы нам надо тоже будет смотреть днем и внимательно. Веревку теперь можно найти в некоторых поселениях аборигенов. Ну, неплохо. Веревку мы теперь сможем даже с вами и на яхте найти. Это неплохо. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Ты куда? Отлично. Я куда-то провалился. Но я успел вовремя зажать блок, и поэтому я жив. Тогда будем плавать. Так. Перья и батарея стали ярче. Легче увидеть в инвентаре. Ну, отлично. Что? Как будто они там до этого нам прям очень сильно пригождались в этом инвентаре. Хотя здесь теперь добавили нам стрелы, которые с помощью перьев можно сделать. Это мы посмотрим. Дальше. Шагомер теперь показывает температуру окружающей среды. Да ладно? Ну-ка покажи. 14 градусов. Серьезно, что ли? Ну, допустим, потом надо просто не забыть будет посмотреть, меняется вообще температура или нет на нем. Дальше. Теперь выживший может носить в сумке 3 мертвых кролика и 3 мертвых ящерицы. Замечательно. Это хорошо. Это полезно. Для выживания это самое то, потому что до этого можно было носить только, по-моему, по два или по одному. Вообще не хватало пожрать как следует. Дальше. Исправлена ошибка с размытостью в сцене с авиакатастрофой. Это нам надо как-нибудь посмотреть заставку. Алоэ и другие растения хранятся в рюкзаке при поднятии. Кстати, ни алоэ, ни других растений мы с вами пока не собирали, поэтому проверить этого мы с вами не можем. Но надо будет найти. Добавлена опция разрешения текстур моделей. Что это за опция такая? Это надо будет ждать более качественного перевода, наверное, с расшифровкой того, что здесь имеется в виду. Исправлена ошибка с добавлением бомбы в инвентарь. Какая ошибка? Какая была? Была ошибка в том, что если мы подбираем больше двух микросхем, или подбираем микросхемы на непрорисованной текстуре передней части самолета, эти микросхемы у нас в инвентаре не отображались. Возможно, имеется в виду именно это. Из птиц выпадают перья, даже если их убить. По-моему, логично, когда мы бьем по птице, из нее вылетают перья. Что тут добавлено? До этого, по-моему, вылетали эти перья. А, нет, нет, до этого перья не вылетали. До этого они вылетали с них, когда птицы просто летают. Окей. А, счетчик выживания начинается с нуля с того момента, как вы очнулись в самолете. Что за счетчик выживания такой? И почему он начинается с нуля? И что было до этого, я, если честно, не понимаю. Как бы логично, что если вы начинаете заново, счетчик начинается с нуля. Улучшено дизайн пещеры, улучшено освещение и предметы. Но этим мы, естественно, займемся попозже. Мы посмотрим и попытаемся оглянуть все эти пещеры. Дальше. Исправлены ящерицы и птицы, исчезающие при приближении к краю экрана. Край экрана-то чего? Ну вот приблизилась птица к краю экрана, а облетела. Но, по-моему, и раньше я никаких косяков здесь не замечал. Ну да ладно. Радуга более не проявляется ночью. Вот это, вот это хорошо. Потому что мы помним с вами, да, как я сильно и рьяно удивлялся тому, что какого хера ночью показывается радуга. Теперь такого не будет. Разработчики меня услышали и по ходу дела поправили. Отлично, ладно, чё. Подправлены настройки дождя. Ну вот сейчас был дождь. Ну и чё в нём такого подправили? Я, если честно, не понял. Шёл дождь и шёл дождь. Какие-то настройки. Возможно, чё-то, какие-то капельки прорисовали. Или просто он по-другому как-то течёт. Не знаю. А исправлены некоторые недостающие звуковые эффекты. Улучшены звуковые эффекты ночью. Каких нам с вами эффектов, ребят, не хватало? По-моему, на каждое действие здесь был звуковой эффект. Чё у него улучшили, я не знаю. Вот. Звуковой эффект удара топором об железку. Где он? Что вы тут добавили, товарищи? Где мой звук? Где, серьёзно? Ничего они на самом деле не добавили. Просто так написали, так сказать, трендеть, не мешки ворочить. Они, вот. Я не знаю, ну какая-то, либо это какой-то у меня глюк, либо что это, мираж. Но я вижу якорь, почему его удар не добавили никакого звука. Это, собственно, всё, что было добавлено в этом обновлении. С единственным оголоском то, что при обновлении до версии 0.0.5 вам надо начинать новую игру. Желательно, в избежании всяких там глюков. Потому что обновление может плохо работать с тем, что было построено до этого. Ну, естественно, зачем нам? А игроки развивались, игроки жили. На тему вам всё засрём. Начинайте игру по новой. Мы нам сделали обновление 0.0.5. Окей, ушки. Так, я вам тут обещал лук показать. Хотя времени уже прошло достаточно. Ну да ладно, покажу. Давайте попробуем сделать лук. Где у нас тут книжка? Нам нужно оружие, наверное, какое-то. Ой, смотрите, они тут открыли эти. Или они были открыты? Ну и где этот лук? Давайте-ка его найдём. Я не вижу лука. Вы видите лук? Я нет. Ну-ка, если так мы будем тыкать. Я не вижу лука. Я реально не вижу лука. А как мне его построить-то? Алё. Ха-ха. Какой лук-то? Вы о чём вообще? Лук? Ты где? А, ну я не знаю. Может... А, лук. Его же из инвентаря надо делать. Что же я туплю-то? Так, верёвка, тряпка. И чё там надо-то ещё? А, у меня тряпки нет. Сейчас тряпку давайте найдём. Чё-то я тупанул немножко. У нас же предметы-то они делают из инвентаря. Так, давайте найдём тряпку быстренько. Нам нужно вскрыть какой-нибудь чемоданчик. Чё это? Так, я чё-то подобрал. А, это мячик сраный. Так, тряпки нет. Окей, пойдёмте вскроем пару чемоданчиков. Найдём себе тряпочек. Потому что без тряпочек мы не сделаем лук. Чё там ещё надо? Факел. Ткань плюс палка. Стрелы. Палка плюс перья. И целебная припарка. Алоэ плюс цветок. Календула. Вы поняли? Нет? Цветок. Календула. Что это такое вообще? Календула. Это хрень. Какая-то мазь из неё, по-моему, делала раньше. Рекламировала по телевизору для старушек. Мазь коленда какая-то была. Так. Вот, отлично. Я тряпку подобрал. Ну вот. А, нет, смотрите. Топор возвращается на место после того, как мы выкидываем с вами мячик. Это на самом деле хорошо. Раньше, по-моему, такого не было. Сколько нам тряпок-то хватит? Шоколадки. Вот, шоколадки, кстати, тоже неплохо. Сейчас мы быстренько всё тут себе восстановим, здоровься и сделаем лук. Попробуем из него стрельнуть. Так, ну чё? Давайте. Тряпка. Ой, хорош! Хорош! Ну уж так, дальше чё? А, где перья? А вот перья. Так, чё надо сделать? Факел. А, нет, стрелы. Палка и пять перьев. Палки у меня нет. Пойдём быстренько рубанём палку. Сейчас мы сделаем лук и попробуем из него, естественно, пострелять. Опа. Так. Опа. Так. Опачки. Так. Опачки. Отлично. Выходим, так сказать, на яркую поверхность и начинаем делать стрелы. Так, оп, и пять перьев. Ага. А, ой, смотрите, а сразу четыре стрелы получилось. Неплохо. Давайте я ещё сделаю. А перьев не хватает. Ну да ладно. Так, ну, где мой лук? Как мне его взять? Хорош, ты посмотри. А, мы играем за левшу. Так, это не очень хорошо. Я могу птицу подбить. О, смотри, чё творится, а! И сразу перьев себе на следующие стрелы нафармил. Вот это неплохо. Это называется лук. Так, где аборигены? Или мы их постреляем в следующий раз? Ну, не знаю. Так, ткань плюс палка. Надо получиться факел. Давайте посмотрим. И как его взять? А, он сразу горящий появляется. Ну, это вообще неплохо. Ну, вот, собственно, как-то вот так, ребятушки. Обновление вот это у нас вышло. Версия 005. Только что проскочила нормальная молния. Поправлены некоторые звуки. Внимательно вслышите звук, который указывает на то, что дождь сейчас идёт в пещере. Этот звук дождя из пещеры. Хотя в пещерах вообще дождя, в принципе, быть не должно. Потому что он глухой, и такое чувство, что нас что-то здесь окружает. Ну, что-то добавили, что-то сломали, что-то пытались починить, но не починили. Хотя думают, что починили. Вот такое вот неоднозначное обновление, как, в принципе, и все обновления для него. Ссылка на плейс будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер. Комментируйте, ставьте лайки, на мой страниц ВКонтакте тоже подписывайтесь. И в следующей серии мы с вами повнимательней посмотрим на обновления. Попробуем походить по пещерам, попробуем почитать ещё раз и посмотреть всякие смерти и прочую хрень, которая, в принципе, добавлена здесь и исправлена. Сейчас мы пока, в общем, так сказать, посмотрели, сделали лук. Всё красиво. Поэтому, ребяточки, всё. Всем до следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok